Привет, это Навальный. Силовики и либералы. Это главное объяснение устройства путинской власти, которое нам долгие годы навязывают разные политологи и кремлевские инсайдеры. Типа есть две противоборствующие и идейно разные группы, а Путин стоит над ними и все время ищет баланс. Одна группа — это силовики. Они более тупые и кондовые, но более патриотично настроенные. Они против любых реформ, а не за то, чтобы Россия противостояла Западу. Другая — либералы. Эти изощренные и хитрые. Они выражаются приличнее и умеют вести себя за столом, хотят реформ и за дружбу с Западом. А сегодняшнее мое видео о том, что все это — ерунда. Нет никаких башен и крыльев. Нет силовиков, нет либералов. Это все игра для публики. Есть одна весьма монолитная группа, которая называется «Жулики и воры из путинского правительства». Люди, которые используют Россию и ее народ для своего личного обогащения. И доказать это проще всего на самом дорогом и самом святом, что есть у путинского чиновника. Подумайте, что это? Это не мама и не родина. Что начинает делать любой путинист, как только дорвется до бюджетных денег? Правильно. Отправляемся на Рублевку, чтобы посмотреть, как строит себе дворец силовик и как это делает либерал. Для сравнения нам нужны классические персонажи, и мы их вам легко подобрали. Вот он. Вот он вам прямо вождь системных либералов. Он много лет назад забрался в самое сердце путинской системы, окопался там и изо всех сил предлагает только самое хорошее и самое либеральное. Он ставит Россию на рельсы эффективности и развития. Он не боится непопулярных реформ и активно проталкивает повышение пенсионного возраста. Антон Силуанов, министр финансов Российской Федерации. И его полная противоположность. Злой и противный силовик. Он обвешан медалями и орденами, а на людях появляется только в форме. Он несет такую фантастическую чушь, что вы вообще засомневаетесь в том, что у него есть мозг, и он прочитал в жизни хотя бы одну книгу. Бравый генерал Руслан Цаликов. Первый заместитель министра обороны Шойгу. После Путина Шойгу и начальника генштаба это четвертый по значимости военный руководитель России. Он находится на госслужбе уже 30 лет, большинство из которых он провел под непосредственным руководством Шойгу. Это его правая рука и ближайший к нему человек. В 1994 году, когда МЧС только появилось как министерство, его возглавил Шойгу, Цаликов уже был там. И вот так дальше. Где бы ни работал Шойгу, губернатором или в Минобороны, Цаликов всегда и везде его первый заместитель. Теперь давайте проверим, подходят ли нам наши герои. Говорят ли они то, что вот положено говорить настоящему силовику и либералу. О да. Вот Силуанов изо всех сил осуждает арест Абызова. А вот он требует, чтобы отпустили из СИЗО американского инвестора Калви. А вот смотрите, он прямо прыгает на силовиков, как разъяренный лев. Говорит, что из-за них портится инвест-климат. Иногда он вообще говорит, что всех чиновников нужно радикально сократить. Очень либерально. Он стоит на защите самозанятых. Мол, не надо их слишком контролировать. Им и так тяжело. Ну, правильно. Сначала налог ввел, а потом пожалел. Настоящий путинский либерал. А что там наш генерал? Он просто превосходен. Он курирует юнармию. Родину через учебник не полюбишь. Он открывает музеи в парке Патриот. Да что там? Он строит новый парк Патриот в Крыму. Вот видим сводку. Родину надо любить. Вот за ее, значит, землю, траву, кусты, тайгу. Цаликов курирует строительство Технополиса, а на самом деле закрытого города Эра под Анапой. Там собираются разрабатывать сверхсекретное и сверхинновационное оружие. Вот, например, пишут про Аэробот. Это дрон с вниманием, искусственным интеллектом и техническим зрением. Он способен сам избегать препятствия и садиться в заданной точке. К слову, вот такой вот дрон, сильно уже устаревший, он куплен нами в 2016 году и умеет все это делать и так. А еще Цаликов борется и на идеологическом фронте. Он защищает массовое сознание с помощью психологической обороны. Рассказывает об информационных угрозах извне, с которыми необходимо срочно бороться. Руслан Хаджисмелович не понимает, что происходит. Идеальный путинский силовик. Так что же там на Рублевке? Мы с вами в самой элитной ее части, в месте, которое называется Раздоры. Нарочно не придумаешь. И именно там развернулась жестокая схватка между нашими героями, силовиком и либералом. Каждый из них строит дачу. Давайте посмотрим на карту. Обращаем внимание сначала на этот застраивающийся участок площадью 1 гектар ровно. Он, как видно из выписки, принадлежит Антону Германовичу Силуанову. А теперь смотрим на примыкающий к нему участок. Тут уже есть построенный гигантский дом, почти 2000 квадратных метров. Но со справочкой проблемка вышла. В официальной выписке из Росреестра мы видим, что через два дня после Силуанова участок по соседству купило физическое лицо. Вау, в Росреестре так невозможно записаться. На это он и реестр, там должно быть имя. Как же такое может быть? Кто у нас настолько важный и настолько секретный, что его имя официально удалили из реестра собственников? Не волнуйтесь, сейчас мы с вами разгадаем эту тайну. Смотрим точный метраж участка физического лица. 10 140 квадратных метров. Теперь смотрим, кто же из чиновников задекларировал участок точно такого же размера. Бум! Руслан Цаликов. Но это не все доказательства, не спешите. Мы в ФБК такие рублевские резиденции чиновников видели такое количество раз, что прекрасно знаем, что делать дальше. Участок размером с гектар для путинского министра это маловато. Путинский министр заслужил гораздо больше, чем гектар. Поэтому мы сразу же обращаем внимание на огромные куски леса за этими двумя дачами и узнаем, что они сданы в аренду. Вот этот либералу Силуанову. А вот этот 22 тысячи квадратных метров нашему силовику Цаликову. Только тут он тоже засекречен и указан даже не как физическое лицо, а уже как Российская Федерация. Вот буквально такой сверхидиотизм. Согласно вот этой выписке Российская Федерация сдала участок в аренду Российской Федерации. Но мы-то уже с вами все понимаем, лезем проверять декларацию Цаликова и видим там те же самые 22 тысячи квадратных метров в аренде. Я думаю, что вам, дорогие зрители, очень надоело смотреть на эти бездушные спутниковые снимки и выписки. Я, конечно же, не лишу вас главного удовольствия посмотреть на стройку и владение наших героев с воздуха. Вот они, рублевские раздоры. Слева это гектар либерала Силуанова, а справа силовика Цаликова. Уходящий в горизонт, лес позади, это те самые участки, которые они арендуют. Вон, Цаликов даже забор снес. На обоих участках стройка. У Силуанова еще конца и края не видно, а вот Цаликов уже может к лету и заехать. Изучаем сначала Силуанова. Уже понятно, вот он основной дом. Там три уровня и площадь должна быть в районе полутора тысяч метров. А сзади возводят еще одно здание, в два раза большее по размеру, если судить по фундаменту. Пока не очень понятно, что это такое. Может быть гостевой дом, может бассейн. Совсем скоро узнаем. Ведь стройка кипит и можно прямо разглядеть экскаватор и рабочих, лазающих по крыше. Привет, самозанятые. Не забудьте встать на учет и заплатить свои налоги. Теперь к соседу-силовику. У него дом построен полностью. Его площадь 1868 метров. Это даже по рублевским масштабам достаточно внушительно. Гостевой дом или баня тоже закончены. Есть еще беседка, из которой до участка соседа Силуанова можно буквально дотянуться рукой. Цаликов, наверное, будет в ней отдыхать, жарить шашлычки. Ну и периодически выкрикивать гадости и антилиберальные проклятия в сторону министра финансов. В общем, тут осталось только расстелить газон, вывезти мусор, ну и разобрать вот этот склад. То ли высокоинтеллектуальных военных дронов, то ли денег. Ну красота же, такие они разные, но все-таки вместе. Наш силовик и наш либерал живут душа в душу, заборчик к заборчику. И объединяет их не только забор. Главное, что роднит наших друзей, это то, что ни один, ни другой не могли на это официально заработать. Начнем с Силуанова. Несмотря на то, что он декларирует, не пойми откуда, берущуюся гигантскую зарплату в 40 миллионов, даже ее не хватило бы на этот участок и на эту стройку. Гектар земли в этом месте Рублевки стоит примерно 650 миллионов рублей. Дом в полторы тысячи метров, построенный с нуля, это 300 миллионов. Второй дом, предназначение которого нам непонятно, судя по фундаменту, будет как минимум двухэтажный. Предположим, 2000 квадратных метров. Я грубо оцениваю, ну пусть тоже будет 300 миллионов рублей. Все вместе больше миллиарда рублей. Складываем силуановские официальные доходы, фактически не средние, и получается 300 миллионов рублей за 7 лет. Констатируем очевидное. Его сбережений, вот если он все это время не ел, не пил и ничего не тратил, ну хватило бы разве что на один дом. А чтобы накопить нужный миллиард на это строительство, силуанову понадобилось бы 30 лет. С Цаликовым ситуация совсем плохая. Просто выпиющая ситуация. Гектар на рублевке, такой же как у соседа, 650 миллионов. Дом 2000 метров, давайте считать как у силуанова, 300 миллионов. Итого получается в районе миллиарда. Сравниваем с официальными доходами. Берем все, вот все, что можно найти в открытом доступе декларации за 10 лет, с 2009 года. Знаете сколько получилось? 74 миллиона рублей. Всех его заработанных денег за 10 лет хватило бы только на одну девятую часть только земли, без дома. Я вот даже специально на карте отмечу. Вот на столечко Цаликов официально заработал за 10 лет. А купил фактически вот столько. И гигантский дом, и еще два соседних гектара арендовал. В обоих этих случаях можно выкинуть сценарий про жен миллионерш. Потому что у силуанова, согласно декларации, жены вообще нет. А у Цаликова жена зарабатывает 15 тысяч рублей в месяц. И силовики, и либералы. Это два названия одного и того же. Это все придумано для того, чтобы морочить нам голову. Там, внутри путинской власти, есть только один формат людей. Те, которые каждую секунду думают только о себе и своем обогащении. Откуда взял деньги на стройку силуанов? Да вот, пожалуйста. Врачи проводят забастовку, потому что им платят по 14 тысяч рублей в месяц. А на них полицию насылают, потому что их нужно заставить молчать. Вот деньги врачей пошли на дачи этим силуановым. А вот, пожалуйста, моряки Черноморского флота, они судятся для того, чтобы им выплатили командировочные за спецоперацию в Сирии. А суд им говорит, нет, вы хоть и были в Сирии, но платить вам обещанное мы не будем. И кинули моряков, и их деньги забрали Цаликовой. И своими дачами застроили всю Рублевку. Наша с вами задача не терпеть и не молчать. А бороться со всем этим варьем. И с путинскими силовиками, и с путинскими либералами. Самый простой шаг, который может сделать каждый, участвовать в умном голосовании. Посмотрите, Единая Россия проигрывает даже маленькие местные выборы по всей стране. А нам нужно, чтобы она проиграла и большие, которые пройдут 8 сентября этого года. Регистрируйтесь прямо сейчас в умном голосовании. И накануне выборов мы пришлем вам фамилию, за кого нужно проголосовать, чтобы и Силуанов, и Цаликов максимально расстроились. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят правду.